Торт Истерхази классический. Ореховое безумие. Старинный венгерский рецепт. Торт Истерхази классический. Рецепт, на приготовление которого уйдет много сил и времени, но результат с лихвой окупит все затраты. Эффектный вид, хрустящие коржи, нежный заварной крем с легким ореховым послевкусием, осознание того, что вы прикасаетесь к высокой кухне, таков итог трудоемкого процесса. По легенде, торт был создан для приема высочайших гостей в доме венгерского дипломата Пала Антала Истерхази, жившего в конце Ксвии в начале 19 века, за что и получил свое название. Состав рецепта на 12 портс. Яичные белки 300 граммов. Сахар 300 граммов. Фундук 200 граммов. Миндаль 100 граммов. Соль по вкусу. Сахар 3 стол. Эл. Молоко 250 миллилитров. Яичные желтки 3 штуки. Кукурузный крахмал 3 стол. Эл. Сливочное масло 300 граммов. Сахар 100 граммов. Фундук 100 граммов. Варенье абрикосовое 1 стол. Эл. Белый шоколад 100 граммов. Молочный шоколад 30 граммов. Миндальные лепестки 50 граммов. Шаг 1. Подготовить продукты для коржей. Белки должны быть теплыми, так они лучше взобьются. Шаг 2. Орехи поджарить на сковороде, по возможности снять шкурку, перемолоть в комбайне до мелкой крошки. Шаг 3. Белки взбить с щепоткой соли, постепенно добавляя сахар до жестких пиков. Шаг 4. Аккуратно перемешать белки с ореховой крошкой. Шаг 5. На бумаге нарисовать круги, отсадить с помощью мешка коржи. Можно воспользоваться лопаткой, тогда надо стараться выложить тесто как можно ровнее. Диаметр коржей должен быть 21-22 сантиметра. Шаг 6. Выпекать в заранее разогретой до 170 градусов духовке, минут 20-25, до золотистого цвета. Готовые коржи лучше сразу аккуратно снять с бумаги, после остывания они могут поломаться. Шаг 7. Подготовить продукты для пролине. Шаг 8. Орехи обжарить на сухой сковороде, почистить шкурку. Сахар насыпать в сотейник, дождаться когда он превратится в карамель, всыпать туда орехи, перемешать. Шаг 9. Выложить орехи на смазанную маслом фольгу. Остудить. Шаг 10. Поломать карамелизированные орехи, сложить в комбайн и долго перемалывать их до состояния пасты. Это и есть пролине. Шаг 11. Подготовить продукты для крема. Шаг 12. Смешать желтки, сахар, крахмал. Шаг 13. Тонкой струйкой вести подогретое молоко, интенсивно размешивая. Шаг 14. Варить на небольшом огне до загустения. Остудить. Шаг 15. Взбить масло, постепенно вводя в него крем и пролине. Шаг 16. Промазать коржи кремом. Верхний корж смазать абрикосовым джемом. Шаг 15. Взбить масло, постепенно вводя в него крем и пролине. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16. Взбить масло, постепенно вводя в него крем и пролине. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16. Шаг 16.